Добрый день! Вы на канале вязание от Ангелины Азимок. Сегодня хочу показать вам вот такую интересную шапочку. Я нашла схему шапочки на китайском сайте. И мне было интересно попробовать. Схема интересная и смотрится вроде красиво. И вот решила попробовать связать. В принципе тоже все неплохо. Единственное, что меня смущает, дырочек больше чем нужно. Хотя на голове шапочка смотрится очень хорошо. Она кажется такая маленькая, но смотрится хорошо. Поэтому давайте сегодня посмотрим, как это вяжется. Если захотите связать, решитесь, надо связать, попробовать. Но имейте ввиду, что она не такая прям теплая. А что есть такой вот все-таки ажурчик между пышными вот этими галочками, которыми связана шапочка, в таком спиральном варианте. Все-таки есть вот такие небольшие ажуры, которые, согласно, не очень-то хорошо. Но либо лето, либо теплая осень. И хочу обратить внимание, очень интересное начало шапочки. Необычный наборный край. Советую всем обязательно посмотреть и взять на заметку, потому что я первый раз и вязала такой край. В принципе неплохой, интересный. И можно взять себе вызбранное, чтобы потом воспользоваться таким интересным набором. Давайте посмотрим. У меня белые ниточки. Такие вот бриллиант. Вот, 380 метров в 100 грамм. А это тоненькая ниточка. Поэтому я вяжу всегда в две ниточки. Вот, складываю. И тогда получается толщина у нас ниточек 200 метров в 100 грамм. Для шапки это идеально. И у меня есть схема, она достаточно интересная. Это у нас пышные столбики. Но чем интересна сегодняшняя наша шапочка, тем, что она будет вязаться не с макушки, как обычно мы с вами вяжем, а будет вязаться от лица. То есть первые три ряда у нас будут столбики без накида. И только потом будет идти вот такое расширение. И, что интересно, мы будем набирать резинку сразу. Столбиками с накидом. Для этого мы что делаем? Мы набираем 1, 2, 3 воздушные петли. Накид. В первую петлю вводим крючок, провязываем первую петлю самостоятельно. Вот, одну петельку. Потом провязываем 2 и еще 2. Опять делаем накид. А в самую первую петлю мы провязываем петлю. Ее же провязываем. А потом, как обычно, 2 петли и 2 петли. Опять. В самую первую петельку вот такой наборный ряд у нас будет с вами, необычный. Первую петлю провязываем саму по себе, а потом уже, как привыкли, по 2. Нам нужно набрать таким набором по объему вашей головы. То есть набираем и измеряем. И получается красивая, эластичная резинка, которая будет потом тянуться. Потому что, если набирать воздушными петлями, как обычно, резинка не тянется. А эта резинка, она будет тянуться хорошо. И не будет стягивать. Вот таким образом набираем полностью весь ряд по объему головы. И уже потом начинаем вязание. Вот наши столбики. Тут их хорошо видно. Замыкаем в ряд. И 3. Ряда у нас будет просто столбики без накида. Это основа наша. Вот. Продолжаем вязание в первую петельку. Провязываем первую петельку, а потом уже по 2. Такой интересный наборный ряд. Что у меня получилось, да, смотрите. Получается вот такая резиночка. Обязательно, когда ее будете провязывать, растягивать она тянется очень хорошо. И чем хорошо, чем она хороша, тем, что, смотрите, как она, какая эластичная. Обычно край тянется очень плохо. Мы все знаем. И поэтому я обычно вижу с макушки как-то удобнее. Обязательно померили. Присоединили. В самом начале. Вот. Вот то, что не присоединенное, вот этими ниточками, которые у нас остались, мы присоединим. И потом, я думаю, все-таки, вот этот край, который у нас получился такой растянутый, его можно обвязать, допустим, столбиком без накида. В самом конце, когда мы уже свяжем с вами шапочку. Пока не будем на это отвлекаться, пока будем вязать. Вот. Присоединили. И три ряда по узору нам нужно связать столбиками. Вот. В каждый наш столбик с накидом мы вяжем столбик без накида. Три рядочка мы вяжем. А потом начинаем узор пышными столбиками. Уже будем рассматривать схему. Пока три рядочка вот так вот вяжем. Связали с вами основу. И теперь будем вязать пышные столбики. Вот такой наш узор. Две воздушные петли подъема. Две, не три. Пышный столбик, воздушная петля, пышный столбик. Один внизу столбик без накида пропускаем. И в следующий вяжем опять пышный столбик, воздушная петля, пышный столбик. И так по кругу. Пышный столбик по схеме у нас обозначен... Давайте сделаем две воздушные петли подъема. Обозначен двумя столбиками. То есть в этом же месте раз столбик, два столбика. С одной вершины воздушная петля. И еще в это же место один столбик и второй. Два столбика с общей вершиной. Вот мы провязали с вами. Пропускаем один столбик и в следующий вяжем. То есть мы через один столбик вяжем два пышных столбика, воздушная петля и два пышных столбика. Вернее, два столбика объединенных в пышный столбик. Простите. Вот. Один столбик пропускаем, следующий вяжем. И так по кругу мы должны связать все наши столбики. Я провязала последние два пышных столбика, не пропуская. Вот так получилось по набору, ничего страшного. Пусть будет немножечко плотнее. То есть я никогда не считаю. Я всегда набираю петли по объему. И уже всегда узорчик можно подстроить. Всегда-всегда. Присоединяем. И вот наш пышный столбик по узорчику. Две воздушные петли. И в сам центр мы провязываем. Так, сейчас я разберусь. Пышный столбик. Воздушная петля. И в это же самое место еще пышный столбик. Вот. То есть, смотрите, что у нас получается по схеме. Мы провязываем две воздушные петли. Пышный столбик. Второй пышный столбик мы не вяжем. А вяжем опять пышный столбик. То есть мы вяжем в первую такую... В первый пышный столбик, второй не вяжем. И у нас получается немножечко наискосок. Вязание будет... Получается, первый ряд связали, второй и третий. Два ряда мы вяжем без изменений в первую ножку пышного столбика. А потом, вот темным выделено, это то, что будем сокращать. Постепенно, понемножку. Но пока два рядочка мы вяжем таким образом. Вот вторую ножку пышного столбика мы пропускаем, а в первую мы вяжем пышный столбик. Пышный столбик, воздушная петля, пышный столбик. И получается вязание наискосок, как бы по спирально. Очень красиво. Вторую ножку пышного столбика пропускаем, а в первую вяжем. Два рядочка вяжем вот так. Потом будем немножко сокращать постепенно, чтобы это не было видно, не было дырочек и было красиво. Вот такое вязание, вот такие пышные столбики у нас. Вязала три рядочка наших пышных столбиков. И четвертый ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пышных столбиков. Считаем. Мы провязали раз, два, три. И теперь делаем паузу. Раз, два, три. А четвертый тоже связали пышный столбик. И пять, смыть, внизу один пропускаем. И чередуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь и даже восемь. То есть наша задача провязать восемь пышных столбиков и один внизу пропускаем. Опять восемь и один пропускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут идет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 и 8 вяжем и внизу пропускаю вот я связала 6 у каждого может быть это будет разное количество потому что мы это набираем по объему вот но принцип такой что в четвертом ряду мы с вами будем пропускать 1 2 3 4 5 6 7 8 пышных столбиков мы провязываем и внизу пропускаем 1 вот то есть вот один надо пропустить нас вместе как-то это все поняла проглядела теперь хочу вам показать смотрите выделены наш узорчик вяжется не в первую ножку пышного столбика а в центр и тогда когда мы пропускаем внизу пышный столбик немножечко меньше будет дырочка вот такой нюанс то то есть мы вяжем пышный столбик в центр перед тем как будем пропускать и тогда не очень видно что у нас идет пропуск вот этот пышный столбик мы пропускаем а в следующий вяжем как бы дырочка конечно есть но она не критично вот таким образом мы вяжем с вами четвертый ряд вот как бы есть небольшое различие но ноги небольшое теперь следующий ряд мы вяжем все как мы с вами вязали ничего не меняя следующий ряд а в следующем ряду мы опять меняем смотрите вот пропускаем с периодичностью 1 2 3 4 5 6 6 7 связали пропустили то есть если четвертом ряду мы 9 пропускаем 7 вместе вот с нарисованным следующем ряду 1 2 3 4 5 6 7 вместе с нарисованным следующем ряду 1 2 3 1 2 3 4 5 5 1 2 3 и уже получается что потом в каждом ряду нам нужно убавлять смотреть на схему у нас через девять через восемь через семь через шесть через пять через четыре через три через два и так далее в каждом ряду нам нужно будет убавлять через вот раз два три уже дай потом здесь через один здесь уже кошечку повяжем вместе пока сама не знаю дойдем до макушки там где у нас будет из четыре есть три пропуска и уже макушечку надо будет повязать вместе посмотреть но пока принцип такой да что мы сейчас вяжем пропускаем раз два 3 4 5 6 7 8 мы вяжем ровно в пышный столбик и пропускаем такая шапочка получается у меня следуя схеме в каждом ряду мы убавляем вас найти вот я подошла 1 2 3 связали 4 убавляем опять раз два три четвертый убавляем 1 2 3 4 добавляем теперь по схеме нарисовано что пышный столбик и убавление но я провязала еще два пышных столбика и сделал убавление и теперь уже хочу перейти вот к этому ряду и хочу вам показать как вообще все она получается меня немножко смущает что есть дырочки единственный вариант это внизу связать снизу связать подклад для того чтобы шапочка сама по себе смотрится очень красиво но дырочки при уменьшении сужение убавлению остаются такими не очень приятными вот то есть пышный столбик связали как по узору и сразу мы вяжем в центр и делаем убавление вот то есть узорчик сам неплохой и смотрится шапочка достаточно хорошо но смотрите делаем убавление то есть не провязываем а переходим через нашу галочку из пышных столбиков провязываем опять провязали галочку из пышных столбиков наискосок и в центре то есть вот такое резкое убавление идет на макушке и опять они пропускают через вот это вот меня смущает что шапочка должна быть теплая а получается видите вот такие вот ажуры такие пропуски во время носки может быть как-то все это были после стирки более плотно сядет но пока меня это честно говоря смущает вот сейчас мы с вами до вяжем предпоследний ряд и потом один пропускаем и потом по схеме нарисовал ряд которыми интересно провязать вместе с вами и понять что автор хотел вообще как он подразумевал вязание честно говоря схема мне понравилось а когда начинаешь вязать немножечко такое разочарование наступает что узор красивый схема нарисовано красиво но в реальности мы понимаем что попадаем на какие-то сплошные дырочки вот и последний ряд автор рекомендует связать вот таким образом то есть мы должны связать просто пышные столбики по одному в каждой так сказать каждую галочку и потом соединить или 4 даже не значит и горя вот то есть мы с вами вяжем по пышному столбику в каждую галочку и вот такие дырочки у нас образуется то немножко мне непонятны если только не подумать что эта шапка связана на лето или на теплую осень может быть тогда на осень значит подкладом просто на просто значит сейчас я довяжу до конца и покажу что получается и потом надо еще как-то это все скрепить то есть в каждой пышный столбик по узору по схеме мы с вами провязываем по одному пышному столбику и самое интересное что на голове то шапочка смотрится очень хорошо как ни странно да но то журчики меня конечно смущает так ну вот довязала до конца смотрим вот такая дырочка получается что мы с ней делаем просто если столбиками не столбиками вот так вот наверно надо в каждую между столбиками я беру петельку может быть как то вот так затянуть в общем тут автор не раскрывается их замыслов как вязать макушку просто затянули либо надо взять отрезать ниточку провести вдоль всего всех последних столбиков и собрать их я думаю что это делается так хотела еще один нюанс показать шапочка мы с вами завершили хотела еще знаете вот самое начало да но какое-то тоже такое куция я бы добавила еще просто обвязку наверно полустолбиками воздушную петлю сделаем либо столбиками без накида то есть как то тут вот мне тоже не очень нравится начало один видочек еще свяжем столбиками без накида вот и тогда уже можно сказать что шапочка готова но несмотря на то что я и связала двумя ниточками 2 ниточками два сложения она получилась тонковатая значит все таки на очень теплую весну осень либо с хорошим подкладом вот хотя шапочка смотрится очень хорошо мне тоже она очень нравится интересная достаточно идея просто вяжем ее с подкладом обвязываем или не обвязываем по желанию вот такая шапочка я думаю что тоже должна быть в нашей копилочке надеюсь пригодится может быть деткам связать как из хлопка как летний такой вариант хотелось мне попробовать я попробовала было интересно связать по схеме тоже схема в принципе неплохая вот но судить вам какое время года ее носить обвязываем наша шапочка готова всем приятного просмотра до новых встреч спасибо что досмотрели мой ролик до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии для меня это очень важно